в 1922 году на политической карте мира образуется новое государство ссср союз советских социалистических республик и еще до декабря 22 года до принятия декларации об образовании союза шли споры по поводу того в каком формате нужно образовывать новое государство в основном было два плана план ленина который еще называется план федерализации и план сталина план автономизации давайте разберемся в чем разница по плану ленина по проекту ленина все республики включая рсфср бсср у ссср ссср они должны были войти в состав ссср собственно понятно что этот план в итоге и был реализован то есть все республики должны были войти в состав союза на равных основаниях плюс ленин еще говорил про право нации на самоопределение вплоть до отделения соответственно говорю что каждая республика в любой момент может выйти из союза план она таким образом план ленина это план федерации понятно а план сталина план автономизации согласно этому плану все остальные республики должны были войти в состав россии состав рсс российской советской федеративной социалистической республики соответственно а все остальные республики они уже были не в равных правах, они уже стояли в иерархии ниже, чем Российская республика. Это, конечно, очень не понравилось руководителям советских республик, коих уже было несколько, которые хотели объединяться, но на таких условиях они были объединяться не согласны, потому что как только бы они вошли в состав РСФСР, а это по проекту Сталина должно было быть унитарное государство, уже отделиться или иметь какую-то власть они бы уже не могли. Таким образом, именно поэтому победил проект Ленина, потому что, собственно, главы республик поддержали именно такой более демократический проект. Пожалуйста, еще раз давайте запомним первые четыре республики, которые вошли в состав СССР в декабре 1922 года. Это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская Социалистическая Советская Республика и Закавказская, смотрите, вот она выделяется из всех, Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. В Закавказскую республику, пожалуйста, запомните, входило три другие республики, которые в скором времени распадутся, это Армения, Азербайджан и Грузия, вот они втроем образовывались Закавказскую республику. Ну и через два года после определенных обсуждений, конечно, нужно было принять новую конституцию, потому что все-таки у нас новое государство, и конституция первая, именно союзная конституция, она была принята в 1924 году, там в основном тоже было все то же самое, что в конституции 1918 года, просто теперь это расширялось на уровень всех республик, на уровень союза. Так, например, теперь в ЦИК назывался не Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, а Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет, также наверху был не Всероссийский Съезд Советов, а Всесоюзный Съезд Советов. Ну здесь вот какие-то такие были изменения, но в целом доктрина осталась та же.